Добрый день! Меня зовут Катерина, фамилия моя Высоцкая. Я здесь представляю детский центр, который называется «Школа развития Маяк». Для своего выступления я выбрала формат «Вдохновенная лекция». Вдохновенный текст записала на листке и попытаюсь все вам рассказать, как мы организовывали пространство в небольших размерах и пытались решать при этом большие задачи. Значит, надо сказать для начала, чем меньше размер того, кого надо образовывать, тем больше возможностей вырастить из него умного и благоразумного человека. А что касается пространства, то маленькие размеры – это не всегда хорошо, но когда желание в этом пространстве есть для работы и для творчества, то можно и в маленьком пространстве реализовать большое количество идей и образовательных задач. Итак, отличительной характеристикой человека креативного и современного является умение думать и придумывать, анализировать и делать выводы, умение получать знания и применять их. Самой ценной строчкой в моем резюме, на мой взгляд, является фраза «Я умею придумывать с чистого листа». Надо сказать, что училась я в классической районной школе, где речь еще не шла о том, что пространство, в котором находится ребенок, должно быть организовано и направлено на развитие компетенций как учеников, так и учителей. Тогда все еще называлось несколько иначе, но, безусловно, задачи у пространства все же были. Времена довольно долго были одинаковые, и я припоминаю даже некоторые личные недоумения, когда отменили форму, например, а пространство, в котором мы росли, все еще оставалось тем же. И это было довольно долго. Но то ли потому, что становление мое проходило в пространстве художественной школы, а затем художественного училища и института, то ли потому, что мне везло с преподавателями, все же некоторыми современными компетенциями с возрастом овладеть как-то удалось. Зависело ли это от дизайна образовательного пространства или от личностей, которые меня окружали? Я думаю, что в нашей стране это вещи взаимосвязанные. Итак, современный ребенок в современном образовательном пространстве должен… Вот тут у меня есть целая таблица касательно современных компетенций, о том, что он должен делать, он должен изучать, уметь искать, добывать информацию, уметь ее доносить до зрителей, уметь думать, сотрудничать с другими, приниматься за дело, адаптироваться к каким-то новым условиям, решать трудности и так далее. Все это те самые современные компетенции, которым мы должны его научить в нашем пространстве. Значит, и, конечно, учиться придумывать с чистого листа – это необходимо. Чистый лист – это и есть та самая провокация к творчеству, так утверждают всякие прогрессивные креативщики, дизайнеры и архитекторы. И чистый лист – это самая основная проблема для любого из нас и для ребенка в том числе. Когда он видит чистый лист бумаги, чаще всего он теряется. Мы должны научить ребенка мыслить самостоятельно, не зависеть от индустрии игрушек. И, конечно, нам не всегда это легко дается, потому что, когда мы были детьми, нам тоже очень хотелось приобрести какой-то кукольный дом, какую-то ферму с меховыми лошадьми, какой-то автопарк и так далее. И когда мы имеем дело со своими детьми или с современными детьми, нам хочется скорее предложить им все и украсить им интерьер, оформить их пространство так, как не хватало нам когда-то в детстве. И поэтому часто мы делаем вот какие-то такие вещи, пытаясь реализовать свои мечты. Итак, что же нужно для дизайна образовательного пространства? Архитектор Татьяна Шулика, когда мы создавали пространство нашего развивающего центра «Маяк», убедила нас, что очень важно большое количество белого поля и яркие акценты. Необходимо пространство, которое можно интерпретировать как белый лист, пространство, от которого не устаешь, в котором недушно и в котором комфортно. Можно я сяду? Это мне неудобно листать листки. Хорошо? Вот что-то вроде этого у нас должно было получиться. Мы тоже посмотрели примеры иностранных архитекторов и дизайнеров. Увидели, как оформляются детские сады, школы и библиотеки. Поняли, что в основу ложатся идеи, которые давно уже были придуманы художниками-неопластицистами. Самый известный из них — это Пит Мандриан, голландский абстракционист, который утверждал ясность и простоту конструктивных чистых неприродных форм. При первом рассмотрении, конечно, возникает масса вопросов, глядя на эти произведения искусства, но тем не менее, когда они ложатся на объем, на пространство, получаются очень интересные штуки. Итак, оперевшись на европейские примеры, мы приняли решение, что в пространстве нашего маяка будет много белого и будут яркие цветные акценты. Собственно говоря, так же, как на картинах Пит и Мандриана, которые я вам только что показала, получилась вот такая история. Это фотография из нашего центра. Довольно интересное решение мы нашли для баннеров, которые перегораживают пространство. Сейчас я до них дойду. Вот они, эти баннеры. Они напечатаны на светопроницаемой поверхности. То есть это не картонки, не ширмы, не перегородки. Тем не менее, они наше маленькое и без того маленькое пространство как бы разграничивают, но делают его не меньше, а наоборот как бы больше. Именно из-за того, что они пропускают свет. Также на окнах в маяке висят эти баннеры, которые на улицу изображения, а в комнате как будто шторы, можно так сказать, или жалюзи. Но тем не менее, в комнате всегда светло, во-первых, потому что мы занимаемся с детьми, а во-вторых, потому что когда эта кулиса пропускает свет, то получается совершенно другой эффект. Мы как бы не закрываемся вместе с детьми, как бы не находимся в какой-то там норе или в каком-то квадратном помещении темном, а всегда есть какой-то выход, какое-то пространство. Вот. Значит, надо сказать, что в зависимости от ситуации маяк легко меняется и преображается. На чистый лист он бывает похож нечасто, только когда закончился праздник и пора снимать декорации, когда сменяется время года и тому подобное. А потом кто-то из педагогов обязательно предложит что-то новое. Значит, еще у нас есть такие штуки, как грифельные доски в интерьере маяка. Они обычно находятся в холлах на первом этаже. Но это целая стена, на которой можно писать всякие объявления, наклеивать фотографии. В зависимости от формата мероприятия дети тоже могут принимать участие в рисовании на этой грифельной доске преподаватели. Родители с удовольствием используют эту доску как информативное табло какое-то. Там они могут прочитать объявления, расписание курсов и так далее. Тоже довольно такая интересная штука. Всегда мы оформляем ее в такой детской стилистике. Иногда наши рисунки с грифельных досок перебираются на стены. Вот таким образом у нас, например, оформлена театральная студия, где проходят уроки не только театра. Там же еще у нас дети занимаются и музыкой, и всякими творческими уроками. Поскольку пространство у нас небольшое, один кабинет используется для разных занятий. Это один и тот же класс, который меняется для дня рождения, для одного урока, для другого. Вот класс другой, который тоже выглядит по-разному в зависимости от ситуации. Новый год. Вот это, то, что вы видите, это просто баннеры, которые мы натягиваем на элементарные лески. И стены становятся совершенно другими. Всякие праздники, которые интересуют детей, конечно, мы к ним готовимся. Мы проводим книжные ярмарки, какие-то мастер-классы. Все время в МАИКе проходят какие-то проекты, для которых также оформляется пространство. Вот эта фотография примечательна тем, что на самом деле это обыкновенный холл, где обычно родители ждут своих детей, чтобы забрать их домой, как бы после занятий в МАИКе. Тем не менее, когда на мастер-класс записывается много народу, мы выбираемся из своих классов в пространство холла, и нас это совершенно не смущает, проводим мастер-класс прямо в холле. Значит, вопрос, который был в плане моего выступления, насколько применимы лучшие иностранные практики в российском контексте. Вопрос этот мне показался очень интересным, потому что я работаю не только в МАИКе, я работаю в государственной структуре, и имею опыт работы в обыкновенной государственной школе, в обыкновенном колледже, где по-прежнему немного другое пространство. И есть у меня некоторые наблюдения, которыми я хотела бы с вами поделиться, и может быть даже услышать от вас какие-то советы или комментарии. Мне бы было, в принципе, это очень интересно. Все дело вот в чем, что в МАИКе мы работаем с маленькими детьми, которым, по большому счету, не с чем сравнивать, они очень быстро адаптируются к пространству МАИКа и верно на него реагируют. Они по нему бодро передвигаются, заходят в разные кабинеты, задают вопросы, хвастаются поделками, могут там внезапно по-английски заговорить и так далее, если они там шли с занятий английского языка. Но все, в общем, очень комфортно. Но дело в том, что детей в МАИКе значительно меньше, ну, в какое-то конкретное время, там, в один час, например, да, в МАИКе находится меньше детей, чем, например, в общеобразовательной школе. И у нас маленькие группы, у нас там 5-6 детей, и, ну, иногда 8 в одной группе. И когда старшие дети приходят в МАИК после школы, иногда вот наблюдают, ну, мы наблюдаем такие вещи, что вдруг слишком громко захлопали двери, слишком зашумели в холле, слишком громко кто-то побежал в кабинет. Почему это происходит? Потому что они приходят из школы, где все еще другое пространство и другое от него ощущение. И появившись после школы в МАИКе, дети не могут сразу переключиться. Пространство, где есть свобода творчества и идеи, где есть свобода для передвижений, это пространство вызывает у них желание нарушать правила и нарушать порядок. То есть они могут прыгать, кричать, опаздывать на занятия, увлекаться чем-то в увлекательном месте. И не всегда это способствует правильно построенному учебному процессу. Во многих московских школах сейчас формируется новое пространство. Большое количество новых зданий построено для московских школьников. И многие московские школьники переезжают из старых зданий в новые, где их также пытаются побудить к творчеству, дать свободу для того, чтобы мыслить, для того, чтобы думать и придумывать. А что вообще для современных детей свобода и что для них творчество? Это вопрос, потому что дети у нас в школах очень разные. И мы имеем дело со всеми. И некоторые хотят как можно скорее написать что-то прекрасное на стене или не очень. Например, полгода директор школы, в которой работала, когда переехали в новое здание, занималась только тем, что собирала школу в прямом смысле слова. Огромные холлы, высоченные потолки, диваны в коридорах. Дети безумно обрадовались такой обстановке. Поняли, что на звонок к уроку можно не реагировать, диваны можно рвать и портить, а чудесные белые стены можно разрисовывать. Тем не менее, через полгода как-то справились и отремонтировали диваны. И, в общем, школа существует. И дети привыкли к этому пространству. Я лично работаю в этой школе учителем изобразительного искусства. Пыталась в этих холлах устраивать всякие выставки, перформансы и так далее. И со слезами на глазах кидалась в учительскую, к директору, что опять украли. Опять украли там картонный город или там что-то порвали. Какой ужас! И писала какие-то пламенные речи, выступала на собраниях перед детьми. Директор строго назначала дежурство учителей, значит, которые должны были патрулировать наши эти постройки картонные для того, чтобы никто, значит, не попортил ничего. Были моменты, когда прикнапливали кнопками каким-то новым ширмом рисунки и проекты, и через 45 минут ты выходишь в коридор, а все это лежит на полу, потому что кому-то понадобились кнопки. Нужно было вешать объявление, что, значит, приходите за кнопками и так далее. Ко мне в кабинет, не трогайте проекты. Но это все я, собственно говоря, к чему рассказываю, что все равно решение, ну, как бы, существует. И мне кажется, что в наших условиях, я имею в виду нашу страну, можно применять европейские методики, но для оформления пространства, делать его максимально необычным. Но очень многое зависит от самих учителей, от личности, которые, ну, от личности людей, которые в этих пространствах находятся. Иначе, ну, кучу детей можно в этом пространстве не удержать. Вот так мы придумали оформить кабинет изобразительного искусства, который тоже был с огромными потолками, огромными окнами. Пришлось долго объяснять, что вот эта часть, которая серая, значит, и там не очень веселая, здесь у нас лекции и семинары, здесь у нас защиты проектов, и здесь надо вести себя достойно, там сидеть с тетрадками, не прыгать, не бегать. А вот вторая часть, которая для творчества превратилась в настоящую творческую мастерскую, это выглядит не так эффектно, как в маяке, потому что это нарисовано руками детей, прямо на стенах, но как только им было позволено это делать, они, надо сказать, ну, практически, практически, перестали писать гадости на стенах и как-то стали относиться к этому пространству иначе. Более того, прежде чем взяться там за кисточки, они спросили, получено ли разрешение от директора, потому что немного взволновались, возможно ли такая свобода. Вот, но если им чуть-чуть дать свободы, то, в общем, иногда получаются довольно забавные вещи. В Московском центре образования, в котором я тоже работала, например, нету дизайна пространственной среды, потому что это старое классическое здание школы, которое буквой П, как говорится, совершенно классическое, но там есть атмосфера творчества, есть атмосфера, где рождаются все время креативные решения. Там это библиотека, например, дети делают уроки в библиотеке, дети не спешат домой, там они советуются друг с другом и так далее. И все это сделал директор, директоры этого центра образования, и родители возят детей к нему, они возят их, ну, как бы, к личности, не в пространство. Ну, как бы, ощущение от пространства витает в воздухе. Все это я говорю только лишь к тому, что мне кажется, что в современных условиях, в которых мы с вами сейчас все находимся, и мы можем использовать новые приемы и методики. Все-таки, я имею в виду новые приемы для оформления пространства, все-таки не стоит забывать о том, с кем мы имеем дело, ну, с какими детьми. К сожалению, но многие наши дети просто не воспитаны и не приучены к этому пространству. Когда мы по-другому двигаем парты, они перестают, ну, поначалу, поначалу перестают слушать учителя. Мы сталкиваемся все время с этими проблемами, и только там третий урок мы можем дать так, как хотели, только на третий раз они нас услышат, потому что первые два они удивлялись, как это их так по-другому посадили необычно, да. Когда совершенно нет денег, вот в Театральном художественном техническом колледже на факультете рекламы, например, из кабинета, мы сделали рекламную кухню за один учебный день, просто сделали рекламную кухню из картона и бумаги. Тоже дети были в восторге. Вот так мы оформили пространство. Не сказать, что это сильно стильно смотрится, но, тем не менее, лучше, чем просто старые парты, да. Вот, значит, итак, чем же я хотела закончить-то свою вдохновенную лекцию? Тем, что выбрать дизайн своего образовательного пространства так же непросто, как и определиться со стилем своей одежды, например. И, тем не менее, я очень надеюсь, что смогла побудить вас положить перед собой белый лист и задуматься, попробовать и найти решение. В детской школе развития «Маяк» была такая возможность, потому что мы действительно начинали с чистого листа, как я вам показывала на слайдах в самом начале, да, и в этом творческом пространстве нам бы, конечно, очень хотелось вырастить таких будущих школьников, которые, придя в новые пространства новых образовательных учреждений, не станут портить и ломать мебель, не станут нарочно пачкать стены, а станут учиться, учиться креативно думать, придумывать, будут развиваться, чем, собственно, и положено заниматься в современном образовательном учреждении. Вот, так что именно такие большие задачи мы планируем решить в наших маленьких размерах «Маяка». Думайте и придумывайте, пробуйте и ошибайтесь, только не останавливайтесь. Дети готовы пробовать, экспериментировать и меняться, и менять все вокруг, привыкать к новому, и в некоторых, правда, в редких случаях, даже ошибаться вместе с вами. Они только не готовы стоять на месте. Всем творческих успехов! Спасибо!